МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, Гомель! Мы рады приветствовать вас из вечерней студии Беларусь-4. Саша, ты знаешь, за что я люблю свою работу? Интересно, за что же? За практически ежедневную возможность общения с творческими людьми. Не могу не согласиться, кстати, и сегодня наш эфир будет наполнен творчеством, подтверждение тому гости студии. Один из них, человек, который практически любую букашку может с легкостью превратить в металл, и наоборот, это я утрирую, конечно. А если серьезно, в нашей студии лауреат премии Тейлора в Париже гомельский художник по металлу Сергей Портенков. Сергей Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Рады видеть. Здравствуйте. Добрый вечер. И стрекозы, вот, насекомые такие. Примерно такую стрекозу, как у нас в студии? Да, примерно такая же стрекоза, вот, находится здесь в студии. Ну, та была немножко, чуть-чуть, да, материал практически тот же, только немножко другая форма, и размер почти такой же. Но дело случилось так, что стрекоза удалась, как мне кажется, и понравилась и гостям, которые у них часто бывают, и хозяевам. Вот, да и мне понравилось. Я, в конце концов, тоже сделал для себя уже в дом вот эту стрекозу. Она у меня одна из первых и находится у меня в доме по сей день. В вашей истории две стрекозы. Ну, вот, вы говорили про задачу, которую поставили перед собой. Сделать стрекозу, да, еще не простую, а вот такого плана, это ведь нелегкая задача. Стрекоза такого плана, это не такая уж и сложная задача, потому что главное, чтобы был материал. По крайней мере, для вас уже. Ну, да, да. Главное, чтобы был материал. Главное, чтобы были золотые руки. Обязательно, если есть материал, то и руки будут золотые. Потому что, ну, художник, он всегда видит, что из этого материала можно сделать. Вот это, например, немецкая трофейная люстра, которую я разобрал. Наверняка, еще в раннем возрасте вы уже проявляли как-то свои способности творческие. Ну, я не могу сказать, что это творческие способности. Это просто какая-то игра детства. Ну, это все мальчишки, особенно вот мои одноклассники, занимались тем же, чем и я. Мы, например, вот со своими школьными товарищами, я строил какие-то уже игры на основе прочитанных книг. Например, если мы там читали что-то там про индейцев, то у нас уже появлялись какие-то форты, какие-то индейские там племена у нас. И все это было действующее. Все это вылепилось из пластилина на больших кусках фанеры, которые хранились потом. Мы выстраивали там леса, реки. За неимением большого количества пластилина в ход шли какие-то куски смолы, которые находились на стройке. Все, что под руку попадалось. Да, да. То есть главным конструктором команды были вы уже тогда? Нет, и товарищи, которые были со мной, были даже куда более способны на тот момент. Но все мы были талантливые, все мы были одаренные. Дело в том, что где-то если делаешь что-то похожее, что и делает товарищ, то всегда как-то там друг друга обогащали и мыслями, и какими-то там секретиками своими. И материалами, естественно. Все вот упиралось в материалы. У нас очень хорошие были шли в ход палочки от мороженого, шли в ход вот эти вот трубочки какие-то там. Ну, в общем, безотходная производство. То есть вазы, наверное, делали из палочек от мороженого, нет? Ну, вазы не делали, но вот фортеи, там какие-то перекрытия, дома, вот это вот все это делалось. А потребность работать вот уже с металлом, более серьезным материалом, когда появилась? А вот потребность работать с металлом, красоту металла, я как-то увидел вот где-то лет 10 назад. Другими словами, детское увлечение, детское хобби переросло в профессию. Знаем, что долгое время вы работали бутафором в областном драматическом театре. Как это повлияло на усовершенствование вашего хобби? Ну, работа бутафором дала мне огромный опыт и в творчестве, и в самой работе непосредственно с металлом. Потому что работа бутафора настолько интересна и оригинальна. Дело в том, что каждый новый спектакль – это новая работа, это новые какие-то приключения, это новые какие-то технологии. В чем заключались ваши обязанности на тот момент? Обязанность бутафора – это сделать все, что работает на сцене. Начиная от каких-то там гусей, вкусностей, арбузов на столе, и кончая там орденами, медалями, шпагами. И все же металл – главный сегодняшний ваш материал в работе и в творчестве. За что его так любите? Почему металл? Я точно даже не могу сказать, почему металл. Вот началось все с металлом, удалась работа, и я как-то так вот начал потихоньку-потихоньку собирать металл. И постепенно, по мере того, как он у меня появлялся, я в него влюблялся, потому что красота металла замечательная. Иногда попадаются мне такие вещи, которые просто не нуждаются ни в какой обработке. Просто бери ее в рамочку и ставь прямо на подъем. И даже натирать до блеска не обязательно. Не надо, да. А красота ржавого металла – это же вообще прелесть. Прототипом ваших работ выступают жуки, насекомые, стрекозы. Что такого необычного и волшебного в этих существах? Ну, вот вы уже и ответили на этот вопрос. Потому что там они полностью фантастически красивые. Вот что жуки, что стрекозы. За ними можно часами наблюдать. И вот все эти движения жуков, которые вот перевернешь его на спинку, ему же превращаются в механизм. Так вот он все вот эти вот какие-то механические движения, которые пытается он перевернуть. Все это замечательно такие. И я стараюсь в своих работах сделать их и похожими на биоматериал, но в конце концов механика там присутствует. И биомеханическая конструкция, она такая самодостаточная получается. И мне нравятся они. Но судя вот и по книгам отзывов на выставках, нравится и людям. Каждая работа с характером. Характеры у ваших композиций, они человеческие? У ваших существ. Я думаю, да. Мне не хочется делать их такими статичными, как монументальными такими. Мне хочется передать движение. Мне хочется передать там какой-то поворот головы. Какое-то движение лап. И в конце концов даже пальцы на лапах я загибаю по-разному. И они не одинаковые. Вот. Ну и получается довольно-таки интересно, мне так кажется. То есть добрые персонажи есть, но есть все-таки и те, кто на темной стороне. Нет, у меня злых нет. На темной стороне. Серьезные. Я вообще-то все эти работы делаю с шуткой, если честно. В общем, они суровые, но без обиды. Они такие, да, немножко карикатурные даже, мне кажется. Но ужалить вряд ли могут. Конечно нет, они добрые. Первая была стрекоза, которую вы рассказывали чуть раньше. Дальше больше. Уже у вас появляется целая армия так называемых терминаторов. Не обидное слово, надеюсь. Кто в этой армии сегодня представлен? У меня есть вот уже сейчас шесть или семь существ, которых вы назвали терминаторами. Ну, добрыми терминаторами. Да, а я их называю серия «Охотники». Вот, и где-то вот в этой серии я как-то собрал такие вот образы, где они действительно агрессивные, ну, как любой охотник. Они атакующие есть, такой вот персонаж. Потом один из последних у меня, «Велоцираптор». Довольно-таки удачная работа, мне так кажется. Ну, и вот страх. Последняя работа, так вот я ее заканчивал. Ну, тут, конечно, это в конце концов даже не мой страх. Вот, по-моему, когда Мунг делал свой крик, он тоже там особо не боялся и как-то так передал какие-то эмоции. Вот, но мне хочется, чтобы на моей работе, моей работе как-то... Вызывали эмоции у людей. ...какой-то отклик у человека. Да, если даже он боится ее, так это даже хорошо. Другой улыбается, смотрит на эти работы, другой восхищает. Любая эмоция, только чтобы не был безразличный. Хорошо, если говорить про размеры ваших композиций, самый маленький и самый большой? Самый маленький у меня, вот чуть меньше, этот второй по величине. А это что за существо? Это такой дракончик маленький, название у него «Бегущий». Вот он такой вот, да, вот он бежит от кого-то, наверное. Или убегающий в студию в Беларуси-фире. Или убегающий, да, почему нет? Вот он к вам прибежал. То есть самый маленький, чуть меньше, а самая большая композиция? Самая большая композиция, это у меня, вот на сегодняшний момент, это страх и работа, посвященная третилетию Чернобыля. Метра около двух в длину будет, без малого. То есть привезти его сегодня в студию было бы большой сложностью? Было бы сложно, да, скажем так. И к тому же он бы просто-напросто не вошел сюда, потому что у него размах рук очень большой. Мне бы пришлось бы его здесь разбирать. Да и зачем страх в студии программы «Добрый вечер, Гомель»? Для любого мастера, творца просто необходима своя мастерская, свой угол творческий. Где обитают ваши персонажи? Мои персонажи обитают в клубе мотоциклистов, гомельских мотоциклистов «Ночные волки». Павел Юрьевич Канин любезно предоставил мне там возможность хранить мои работы. Это и место для хранения, и выставочный зал, и мастерская. Три в одном. То есть бункер мотоциклистов, я так понимаю, атмосфера там подходящая для ваших существ, им там комфортно. Атмосфера там замечательная, и там комфортно и людям, и моим работам. Сергей Иванович, а правда ли, что образы для будущих работ рисуете во время сна? Ну, не совсем так. Просто, когда работа сильно увлекает, то начинаешь вот, и даже в вечернее время, когда ложишься спать, начинаешь думать о ней. И практически думаешь везде, где находишься. Вот так я вас понимаю. Ложишься спать, работал над сценарием весь вечер, и тут пошли мысли. Да, да, да. Встаешь, раз заметочка, два заметочка. И у меня сейчас, как правило, заведено рядом, у меня столик стоит, и всегда лежит лист бумаги и ручка. И где-то так, ну, не совсем часто, но где-то приходится так вот вставать и записывать. И утром я очень радуюсь, что записал. Насколько это длительный процесс, вот, чтобы собрать уже в голове полный, полноценный образ будущей вашей скульптуры? Как долго вам приходят эти мысли? Мысли приходят как раз-таки быстро и где-то и в полном объеме. Но дело в том, что когда начинаешь собирать материал, ведь очень большой промежуток времени, у меня уделяется подборке материалов. Еще бы! Только винтиков и железячек. Да, и у меня так вот находятся они в какие-то ящики у меня стоят, я туда складываю постепенно, где-то какой-то материал уже на какую-то работу. Даже вот, честно скажу, что делается сразу несколько работ. Я нашел какой-то интересный вот железячку, которая мне очень нравится. Понимаете, что это хорошее слово, а это вот уже хвосты, да? Я ее положу, да. Очень важно, чтобы у меня все эти пальчики были одинаковые, чтобы все эти вот лапки были в конце концов одинаковые. Отсюда уже от этих лапок или от тельца, от корпуса, от головки, от хвоста уже идет, собственно говоря, и размер этих пальчиков. И там, ну, чтобы он как-то считался все это. То есть ваши родные и близкие уже знают старые детали, телевизоры, технику не выбрасывать. Да. А давай Сергею Ивановичу. Да. И не только родные и близкие, этим занимаются и мотоциклисты, которые вносят очень существенный вклад в мое творчество. Ну и я хожу по всяким барахолочкам, завсегда тает таких вот блошиных рынков. Там этого добра хватает? Ну, хватает, да. Иногда там я обнаруживаю очень уникальные вещи. Сергей Иванович, я знаю, что в качестве инструментов для своих работ вы используете всего две вещи. Это дрель и отвертка. Вот все-таки приходит в голову еще паяльник, сварочный аппарат. Ведь это бы намного упростило или же нет? Ну, конечно бы. Я хочу освоить, как и всякий какой-то человек, который в процессе работы. Мне нужно там что-то вырезать, что-то прорезать. Где-то сварка была бы тоже неплохо в каких-то местах. И пайка. Но я этим пока не пользуюсь, потому что мне сейчас комфортно работать с тем, что я работаю. И к чему привык, в конце концов. Мне даже забавно делать вот эти вот вещи. Во-первых, они удобны. Я могу изменить в любой момент какое-то движение. И в конце концов разобрать по рементикам. И в конце концов разобрать его и привести в какое-то другое место. А сколько времени понадобится, чтобы вот дракончика разобрать? Я знаю, что пару часов вам хватает, чтобы его разобрать и собрать снова. Ну, где-то так, да. Я могу в любой момент даже изменить. Вот я не часто это делаю. Но я, например, какая-то работа. Вот у меня стояла. Была такая работа, которая вот была спорная. Я вообще-то работаю, которая мне не нравится или не доделана, я не выставляю. Она у меня была закончена как-то, но какое-то чувство, какую-то неудовлетворенность она у меня вызывала. И в конце концов она превратилась опять из саранчи, она превратилась в дракончика. Вот. И довольно-таки удачно. Я слышал, что про своих подопечных, своих существ, называете посланниками из будущего. Что это значит? Они не во времени еще в своем, а где-нибудь лет через 30-40 мы их можем встретить в конце концов и на улицах. Ну и, например, как бы звали эту стрекозу через лет 30-40? Какое название вы бы ей дали? Ну, такое же, как и сейчас. Хрустальная мечта. Она красивенькая, она мне нравится. И, в принципе, такой величины стрекоза вряд ли было бы опасно для окружающих. Я думаю, что в 2030 году такую стрекозу можно встретить как декор мультикоптера, квадрокоптера. Ты знаешь, а я думаю, вполне можно встретить в магазине, в кассе, например, стоящую за покупками. Кто знает, что это уже в 2030 году. Это тогда уже в 2060. Может и так. Особое внимание уделяете мелочам. В чем заключается ценность каждой из ваших работ? Ну да, я хочу, чтобы возле моей работы люди останавливались и смотрели. Если она просто такая вот грубоватая, вырубленная, ну, она может быть прекрасна по-своему. Но я уделяю очень много внимания и времени, мелочам. Я подбираю вот эти вот, я люблю ковыряться с этими мелкими вещами. Потому что вот даже вот на примере этого дракончика маленького, здесь очень много таких вот пёрышки я ему из металла такие подбирал. Мне кажется, что это очень важно, чтобы создавался эффект, что он все-таки вот немножко отдохнет и побежит дальше. Вот. В своих работах я иногда использую там какие-то вот вещички. Например, возле жучка можно повесить ключик обыкновенный от часиков. И потом наблюдать, сколько человек за вечер попросит завести это. Где его нужно запустить. Да, да. Заведи его, пусть я побегнет. В некоторых из ваших работ есть самые настоящие секретики внутри. Расскажите об этом. Ну, секретики, это громко сказано, конечно. Но вот используя какие-то вот разные материалы и разные вещи, которые мне попадаются. Вот. У меня вот интересный большой дракон такой есть, тоже из серии охотников. И мне попался обыкновенный кухонный таймер. Вот. И я его на магнитах под брюшкой ему прицепил и спробовал. Я его в музей. Это вот музейная, представьте, музейная тишина такая вот, все-таки шарканье ног. А когда его включаешь, он тикает. И тикает довольно-таки громко. И довольно-таки устрашающе тикает. Ну, да, да. Получилось так, что такой эффект получился, что там люди останавливались. И когда услышали, что он тикает, создавалось впечатление, что он все-таки какая-то машина рабочая. Вот. И звонок в конце таймера всегда звонок. Вот. Как-то люди... Шоковая терапия такая. Да, шарахались, шарахались, да. Так что я этим не часто пользуюсь. Но это вот такой вот секретик, да, маленький. Знаем, что есть свой секретик и у этой прекрасной стрекозы, которую вы сегодня принесли к нам в студию. Ну, во-первых, у нее необычная поза. В принципе, она очень коммуникабельная. Она может так вот занимать и горизонтальные плоскости, и наивертикальные. Она вешается у меня на любые площади. И где вот, в чем она хороша, она, в принципе, может быть на любом месте. Как вы хорошо ее характеризовали. Коммуникабельная стрекоза. Коммуникабельная стрекоза. Ну, конечно, кого можно с собой взять на программу? Только коммуникабельных персонажей. Материал, который пошел на эту стрекозу, это немецкая трофейная люстра какая-то. Вот она мне попалась. Я использовал вот эти вот все стекляшки, которые вот мне очень понравились. Ну, а потом кое-что я тут докупил в нашей бижутерии. Вот. Ну и... То есть она такая даже в какой-то степени роскошная и что ли гламурная, да, стрекоза, барышня. Да, она такая. Знаем, что вы не часто выставляете свою коллекцию на всеобщее обозрение. В чем причина? Боитесь сглаза или они достаточно тяжелы в перевозке? Да. Вот перевозка и сборка, доставка на место иногда просто занимает большой период времени и подготовки. Не так давно я закончил выставку в Дворцово-Парковом ансамбле. Вот. В рыцарском зале. И там специфика этого зала такова, что там стены полусферы такие вот. Мы видим как раз-таки этот зал и эту выставку. Они неровные, да. Вот хрустальная мечта у нас. А вот видите, какие-то подставки пришлось сделать под серию жуков. Ох, и долго вы возились, наверное, да, чтобы разместить своих... Да, но эти подставки сделал мой друг, хороший, замечательный товарищ, который помогает мне. Вот эти подставки были сделаны изотовым леоном. То есть привезти всех ваших существ в разобранном виде, всех собрать, установить, достаточно длительный процесс оказался. Да, чтобы занять эту экспозицию, пришлось очень много сделать подготовительной работы. Вы заговорили о выставке в Дворцово-Парковом ансамбле. Она не так давно завершилась в Гомеле. И это уже третья ваша персональная выставка, не так? Да, это третья персональная выставка в городе Гомеле. Ваше впечатление? Насколько успешной она оказалась? Выставки, во-первых, мне всегда приятно, когда выставки проходят успешно. А они иначе и проходить не могут. Ну, конечно, вот посмотрите, какой шикарный зал. Администрация Дворцово-Паркового ансамбля всегда идет мне навстречу, и мы как-то дружим. Ну и, наверное, если хотя бы один посетитель начнет вас спрашивать о той или иной работе, это уже успех? Ну, к счастью... Если вы увидите в глазах посетителей интерес. К счастью, да. К счастью, спрашивают куда больше. И плохих отзывов у меня, вот читая книги отзывов, я там ни одного не встретил. Есть какие-то маленькие намеки? Немножко жутковато, немножко страшновато, но чудесно и прекрасно. Это же замечательно, конечно. Значит, все-таки задача поставленная, она как раз работала. Это опять-таки, да, эмоции какие-то вызывают у человека. Какие работы были представлены на выставке? Это полная коллекция? Это не совсем полная коллекция, потому что есть работы, которые просто там не становились, скажем так. Просто они бы выбивались... По размеру? И по тематике. Она вот, например, не закончена. У меня сейчас готовится большая серия рыб. Вот. У меня есть какая-то часть, но я хочу ее уже закончить и поставить полную. То есть, если предыдущая выставка ваша имела название «Ящик Пандоры. Фантастический мир Сергея Портенкова», то следующая будет «Водный мир» Сергея Портенкова? Возможно. Возможно. Ну, так как она будет, наверное, проходить все-таки в общей выставке, то это будет, может быть, какой-нибудь такой отделчик, который, может быть, и назовем его так, как вы рекомендовали. На этой выставке сразу две идентичные работы украшали вход в зал. Это «Змей, кусающий себя за хвост». Название этой работы, если не ошибаюсь, «Ураборос». Расскажите немножко о ней. Да, это один из древнейших символов всех цивилизаций, начиная от Древнего Египта, Греции, Скандинавы и даже в России есть этот символ. Символ – это обновление, продолжение бесконечности Вселенной. В общем, такой вот замкнутый круг. Он поджирает свой хвост и возрождается заново. Ну, чем интересен этот сюжет для меня оказался, что я как-то так вот сразу нашел какую-то головку, у меня вышла такая головка, вот, и делая продолжение этой головы, исходя из своего материала, просто уже другое не получалось. Это уже получался «Ураборос». К тому же, это замечательный символ, и в коллекции у меня его еще пока не было, и я так вот его решил сделать. Еще не закончив работу, вы уже знали, как ее назовете, и что это будет? В принципе, да. В принципе, да. Этот «Ураборос», я уже под него делал, под это название делалась эта работа. Достаточно удачная композиция «Ураборос». Я знаю, что эту скульптуру вы выставляли на престижной выставке в Париже, не так ли? Да, только я выставлял не металлического «Урабороса», а бумажную копию. Почему из бумаги? Такие были условия конкурса, выставки? Да, условия выставки диктовались из того, что кроме бумаги, клея ПВА и красок акриловых на воде и лака, такого же ничего больше не применять. Даже было запрещено применять промышленный картон, потому что в нем какие-то смолы, какие-то примеси присутствуют. Благодаря этой бумажной копии вашего «Урабороса» вы становитесь лауреатом престижной премии Тейлора в Париже. Расскажите об этом. Как вообще попали на этот конкурс, на эту выставку? Ну, и честно говоря, я не знаю, как я туда попал, но предполагаю, что в конце концов наше посольство во Франции, которое возглавляет Павел Павлович Латушка, человек очень замечательный, который к современному искусству относится очень серьезно, что очень радует. И, конечно же, Виктор Владимирович Ольшевский позвонил мне и сказал, что вот есть такая вот возможность, вот что-то там заинтересовался кто-то, именно выставить вот хорошую работу, которую в том стиле, в котором я работаю с металлом, но в бумаге. Вот. Конечно, это было неожиданно. Конечно, это было как-то так, почему в бумаге, когда они замечательно получаются, вроде бы в металле. Нет, условия выставки были жесткие. И вы с удовольствием и легкостью на это пошли? Я пошел с большой тревогой и без всякого, скажем так, такого удовольствия. В конце концов, это было новое для меня что-то такое. Хотя и в бутафорской работе я частенько делал вот эти и папье-маше, и все это. Надо было делать эту железячку изначально из бумаги. И все эти вот цилиндры, все эти вот такие вот штучки, которые просто-напросто даже с первого раза как-то было бойзно об этом думать, не то что браться. В итоге работа ваша просто поразила жюри этой премии, этой выставки, и вы стали лауреатом. Ваши впечатления, когда узнали об этом? Конечно, я был рад. Конечно, я был удивлен. Конечно, это, конечно, были большие такие счастливые, радостные чувства. Могу предположить, что с тех пор Урабора стал вашим любимцем в коллекции. Я с большим уважением к нему отношусь, но я вам должен сказать, что любимцев у меня нет. Они для меня все одинаковые, они мне по-разному как-то так вот давались, потому что есть работы, которые я делал около 4-5 лет. Просто подборка материала там шла очень долго. Но работа, когда выходила уже в свет, она меня тоже радовала. У меня нет работ нелюбимых. Ну, конечно, к Ураборосу, к бумажному, у меня, конечно, совсем другие чувства. Он такой вот, у меня стоит он особняком, конечно. Он другой. Он другой, он бумажный. Хочу спросить у вас, не планируете ли на коммерческие рельсы поставить эти работы? Ну, вот сейчас... Хотелось бы, чтобы это приносило вам все-таки и доход. Да, хотелось бы и мне этого, но дело в том, что каких-то конкретных предложений я не получал. А так как я плохо владею компьютерами, где-то там вот в этих соцсетях, мне нужен помощник какой-то, который бы где-то как-то помог бы мне с этим делом разобраться. По крайней мере, освоить интернет. Я вот пытаюсь его освоить, вот запланировал для себя, что вот на ближайшее время я, по крайней мере, какие-то азы там освою и начну какие-то движения в этом направлении уже самостоятельно. Я почему-то убеждена, что проблема здесь только лишь в незнании компьютера, потому как заказчики на эти прекрасные скульптуры обязательно найдутся. Согласен? Я надеюсь, я надеюсь. Сергей Иванович, знаем, по гороскопу выстрелец. Вот нет ли в планах создать коллекцию знаков здиака, к примеру, в будущем? Ну, вот как в воду смотрят. Конечно, у меня есть это. Где-то какие-то ящички, у меня же есть, скажу больше, ящички есть, в которых я уже собираю материал. Вот на эти... Конечно, это серьезная работа, это 12 работ получится. Можем и мы с Катей подать заявку на рака и козерога. Да, между прочим. По крайней мере, сделать их в числе первых. Да. Ну, хорошо, я буду иметь в виду рака и козерога. Конечно же. Нет, почему? Померено поступление материалов. И заявок. Да, да. И не только заявок. Как только она собирается. Может быть, на рыбу будет материал гораздо больше, быстрее собираться. И получится такой казус. Это намек, что если хотите, ребята, чтобы быстрее появились эти скульптурки, помогайте материалами. Обязательно. Сергей Иванович, спасибо за этот прекрасный, добрый разговор, за вашу потрясающую энергетику и открытость. Спасибо за эту красоту, потому что действительно невероятно, необычно и необыденно. С удовольствием любуемся и желаем вам творческих успехов, всего самого наилучшего. Доброго вечера. Доброго вечера. И вам. Катя, скажи, у тебя есть интуиция? Как считаешь? Саш, ты знаешь, чувствую, что есть. Ведь благодаря своей интуиции на экзаменах в университете я даже давала правильные ответы. Более того, разгадала не один фокус. А я знаю, что при помощи интуиции можно создавать картины. Что такое интуитивная живопись? И всем ли по силам освоить этот вид искусства? Об этом и многом другом говорим сегодня с председателем Белорусской гильдии мастеров и ремесленников Светланой Гаврильчик. А также в нашей студии гумельский художник, мастер интуитивной живописи Светлана Колоскова-Чаплинская. Светлана, добрый вечер. Добрый вечер. Рады вас видеть. Мы тоже очень рады. Светлана, уже хорошей традицией стало ваше появление в нашей вечерней студии. Причем в компании удивительных людей. Сегодня, я так понимаю, не исключение. Да, я с огромным удовольствием хочу вам представить нашего члена гильдии Светлану Колоскова-Чаплинская. Она у нас художник по интуитивной живописи. Она у нас иллюстратор. Она актриса. Актриса Кауновского театра «Пантомимы». И вот у нас, значит, был разговор. Она говорит, бывшая актриса. Я говорю, а разве актеры бывают бывшими? Поэтому мы решили, что это просто актриса. Она педагог. Она психолог. И просто красивая женщина. Светлана, мы с удовольствием принимаем вас в телевизионный клуб «Ремесленников». Говорили мы про интуицию. А насколько часто вас интуиция подводит? Либо таких случаев практически нет. Как каждый человек, я ошибаюсь. И когда нам кажется, вот-вот, я же интуиция, я же все чувствую. Ну, неправда. Но это немножечко о другой интуиции. Мы будем говорить, наверное, сегодня. Которая в красках. Светлана, если покопаться в вашей биографии, то тут стоит выделить некоторые пункты. К примеру, после окончания Литовской академии искусств вы, как художник, занимались реставрацией старинных замков и церквей Беларуси, в том числе нашего Гомельского собора Петра и Павла. Это верно? Это верно. Это было много лет назад, и мне посчастливилось поучаствовать в реставрации. Работа моя на Корале, наверное, столь известна, да, которые всех гомельчан обеспечили люстрами, красивыми, не очень красивыми. И я лет семь работала там дизайнером по люстрам. И на последнем этапе работы мне предложили светильники, светильники для этого храма на боковых колоннах. Если вы зайдете, вы можете их увидеть. Двигаемся дальше по вашей биографии. Позже открываете школу визажа. И сегодня достаточно активно сотрудничаете с модельными агентствами города Гомеля. Расскажите об этом. Как я попала в визаж? Очень интересно. Я работала 12 лет, перескакиваю, наверное, немножечко на другой этап своей жизни, режиссером студии «Пантомима и Легория». И в нашем здании была мастерская фотографа Олега Белоусова, весьма известного в городе Гомеле. И он снимал девушек, женщин для модельных агентств. И однажды меня помог как-то чуть-чуть приукрасить лицо девушке. Я попробовала, мне это все понравилось. Но понимаю, что мало-мало просто рисовать. Значит, нужно что-то еще закончить. Для этого нужно быть знанием. Нужно учиться, конечно. И я заканчиваю специальный курс и начинаю работать уже весьма серьезно. То есть я очень такой давний практик. А потом уже постучалось первое агентство «Грация», потом «Хрустальная нимфа». И пошло, и пошло, и пошло. Но сейчас я уже, наверное, редко этим занимаюсь. То есть это такое одно из моих прекрасных хобби, которое потом становится профессиональным. Ну, наверное, скажу, что процентов 60 визажистов города Гомеля – это мои ученики. Мне очень приятно говорить об этом всегда. И я уже только смотрю за их успехами, а сама как бы уже отдыхаю и оцениваю. Вы уже упомянули театр «Пантомимы», «Аллегория». Вы являетесь создателем и бессменным режиссером единственного в своем роде, верно, в Беларуси такого театра. Нет, в Минске еще есть хруп такой прекрасный. Был, был, к сожалению. И студия «Пантомимы. Аллегория» тоже была. Вернулся директор, и он приглашает меня опять создать студию. Но как-то возобновить, вернее. Но я еще об этом пока думаю. Сегодня большая часть вашей жизни посвящена живописи. Расскажите об этом вашем состоянии творческом. Много лет я развивала другие свои способности. И заканчивала множество курсов. И всевозможные двери стучала. Пока я не поняла, что мне необходимо еще что-то. И еще куда-то. Мои студенты, кстати, мимо сказать, Светлана Владимировна, вам необходимо попасть на тренинг в Минскую лабораторию ДМД. Приезжает профессор Ярославского университета, академик. Трансперциональная психология. И вам там будет хорошо. Главное – это желание. И нужно убрать все тормоза и все «а если?», «а страшно?». То есть творчество – это процесс, который поселен каждому. В общем-то. Кто-то говорит, я ничего не умею. Неправда. Ты не хочешь. Когда ты попадаешь в процесс творчества, когда время исчезает, такая трансценденция наступает, когда через 5 часов ты понимаешь, что ты еще не ел, не пил и всего. Ну, это знают художники. Но это не значит, что только живопись. Это любой творческий человек начинает написание книг, вязание крючком. Заканчивая созданием кукол различных, Светлана наверняка согласна. Самое интересное, что мы познакомились со Светланой на выставке Сергея Портенкова, которая проходила во дворце Румянцевых и Паскевичей. Когда мы общались, Светлана сказала, что она художника интуитивной живописи. Говорю, слушай, ну архитектуру закончила, обнаженку рисую, портрет за полчаса могу, говорю, а красок боюсь. Она говорит, ну тогда это ко мне. И мы поняли, что я буду ее первым учеником в городе Гомеле по интуитивной живописи. Потому что это потрясающе. Светлана, а как же пришли к такому необычному направлению в живописи, интуитивной живописи? Искала. Искала по-настоящему. И процесс был запущен на тренинге как раз таки творчества. Но была такая случайность. Не случайная, а случайность. Как я говорю, случайностей точно не бывает. Я часто посещаю Азию. Там живет моя дочь и мой внук. И при втором или третьем посещении у них был большой дом, много стен. Очень ее муж сказал, что твоя мама художник, может быть она распишет стену. Я говорю, ну не вопросы. Я какую-то такую смешную картинку. Ну не смешную сейчас, мне кажется, что смешную. И какие-то символы, там птицы, деревья. И когда он увидел, он сказал, что она может быть очень востребована. И они мне купили много красок, холстов, кистей. Я понимаю, что я попала. То есть меня вложились сразу так в одночасье. И у меня было такое волнение, требует, что же мне рисовать, что. Рядом был огромный сад, куда я пошла. И нас собирало очень много листьев, очень много цветов. Я их спрессовала и стала делать такие коллажи, аппликации. Когда сейчас я смотрю на эти работы, мне немножечко так смешно и забавно, но их купили, они висят в прекрасных домах. Я уже посещала ее и видела. Купили довольно-таки за приличные деньги. И я поняла, что я художник, что фрильям. И в тот момент вы поняли, что основное правило, по крайней мере, то, что касается вас, нет никаких правил. Нет. Не все так просто. Или все просто в этой жизни на самом деле. Главное – желание. И в Гомеле, когда я приезжала сюда, возвращалась в город Гомель, я работала в воскресной школе для деток от 4 до 6 лет. Была такая школа. И детки, ну вы 4 года можете представить, у кого были дети 4 лет, что это такое. Когда они приходят, и кажется, что они совершенно неразумные, и они ничего не могут сотворить. И после урока, через 30 минут, когда их забирали мама и папа, они были все в восторге. То есть я учила, я поняла, что совершенно без каких-либо правил. И я не внушала, что вот эта линия должна быть прямой, или какие-то там пропорции, или еще что-то. Но пробовала направлять. Но главное у меня была игра с красками. Игра. Вот дети играли. И еще удивительно, вам задам вопрос, когда раскрываем палитру новые красочки. Как вы думаете, какую первую краску, какой краске тянулся ребенок? Ну, наверное, красная. Вот почему-то мне тоже первая приходит на ум. Или желтая. Белая. Белая. Их просто влечет. Это белая. И они красят. Потому что им интересно, как же белая на белом, как она будет выглядеть. Да. И они не понимают, что никак на белое на белом не выглядит. Но когда мы пришли к теме зима, там все у нас заиграло. Белая краска. Да. Мы заговорили про палитру. Какие цвета преобладают в ваших работах? Все зависит от настроения. Но обратите внимание, что в моих работах нет черного цвета. Практически нет. Я им не работаю. Ну, хотя он у меня есть в палитре, но не работаю. Все зависит от настроения. И если я вижу, что работа получается, я могу сделать на первом этапе несколько заготовок, несколько работ, чтобы потом уже перейти на второй и третий этап. Светлана, все, что сегодня в студии, это абстракция или же что-то больше? Я думаю, что это что-то больше наверняка. Потому что каждая работа, она обладает какой-то магией. Что за магия, если человек попадает на эту волну, на которую настроены даже цветовая гамма? Если нет, кто-то посмотрит на одну из выставок это была в Гомеле, подошла женщина и говорит, а так можно мазать? Я говорю, ну, конечно, можно. Ну, так и я так могу. Говорю, конечно, можете. Ну, то есть, ну, вот кто-то называет это мазать, а кто-то называет сакральным искусством, таким душевным. И можно назвать этой абстракцией, но почему не абстракцией? Потому что когда вы подходите близко к любой из работ, вы начинаете видеть совершенно другой мир. Я вас слушаю и все не могу отвести взгляд от этой картины. Это уж точно не абстракция. Я вижу мост, какие-то прекрасные дома, и даже людей с зонтом. Ты видишь? Идеи, которые наблюдаются нашим разговором. Да, то есть, вот, все-таки, например, эта работа, да? Несколько слов расскажу. В моем творчестве часто присутствует Италия. И, наконец, моя мечта сбылась. Этим летом мне предоставили такую возможность посетить Италию, пять городов, в том числе Болония, где будет проходить выставка. Там будут как раз присутствовать и мои работы, и Светланины работы, и еще Александра Сушкова. Это мягкая текстиль. Здесь в студии присутствует одна из работ, которая называется «Юдивь». Светлана, представьте еще одну гостью в нашей студии. Она прекрасна. Даже без твоей фразы «она прекрасна», она уже это знает. Судя по тому, как выседает царевна. Да, да. Но это вообще тоже очень интересная история. Получилось, что, когда мы познакомились со Светланой, Сергеем, Александром, они как раз и сказали первый раз о том, что вот будет такая поездка. В Болонии будет выставка текстильной скульптуры, называется она «Красном». И там должны были быть текстильные скульптуры и металлы. И вот поэтому мы так немножко решили похулиганить и сделали такое трио, творческий такой союз СССР, потому что Светлана, Саша, Александр и Светлана и говорят «АР почему?» АР – это потому что работа. И вот перед вами как раз одна из наших работ «Юдивь». Вот, ну, сказали «красная», поэтому «красная», и поэтому она немножечко такая как бы зверская. Красная и красная. Ну, я думаю, что это наша просто улыбка художников. Представлять нашу работу будет Светлана и Александр. Ваша картина сегодня находится в частных коллекциях в России, Литве, Белоруссии, Малайзии, США, Германии, Италии. Правда ли, что украшают также интерьер некоторых ресторанов, гостиниц и даже в Королевском дворе нашлось для них место? Это правда. Это правда. Одно из посещений Малайзии нас пригласили на прием в Королевском дворце, где человек, который нас приглашал, у него был день рождения. Мы долго думали, что ему подарить, и пришли к такому обоюдному согласию, что картина его, возможно, порадует. Она его на самом деле порадовала, порадовала всех. И где же она потом приземлилась, я уже не знаю, но в Королевском дворце точно. И российское посольство, резиденция посла, главный зал, там как раз вот есть четыре картины. Называются они «Весна, лето, осень и зима», «Премена года». Я тоже люблю эту тему, часто ее повторяю. Я знаю, что ваши картины в качестве иллюстрации были размещены и в книге о духовной практике, не так ли? Да. Это тоже вам как автор, конечно, приятно и где-то лестно. Это благодаря, конечно, моим поискам и моим друзьям, и профессору-академику Владимиру Васильевичу Козлову, который написал великолепную книгу, у него их очень много, этих книг, «Психология буддизма», и мне предложили ее проиллюстрировать. Ставилась задача, Светлана, проиллюстрируйте то-то, то-то. Либо это было свободно. Либо снова поток сознания. Никаких задач не было. Они полностью доверяли мне, эти люди. Но скажу, что работа была очень трудной. Настолько трудной. Во-первых, я никогда не сталкивалась с буддизмом. Ну, знала, что такое есть буддист, что есть Будда и все остальное. Как это выглядят и картинки. Но мне пришлось поднять пласт. Я полагаю, что я его до конца не подняла. И, возможно, может быть, через несколько лет будет еще одно издание книги, которое будет иметь другие картинки. И, конечно, очень и очень тяжело. И я сожалею, что всего лишь 12 работ. Я больше не смогла этого сделать. На самом деле это было очень сложно. Потому что ответственно. И вот такие вот прелестные картинки, которые сейчас находятся на выставке, пока они у нас в Гомеле, хотя они уедут в Россию. Вторая книга. Гомельская девушка. Прекрасная девушка Юлия Павлова. Она написала с авторствием с профессором. Вот эту книгу для взрослых и подростков 35-45 лет. Это душевная книга. Просто взрослые люди, когда ее читают, они плачут. Ну, или у них слезы появляются на глазах. Здесь 33 иллюстрации. Черно-белые. Предлагаю от книг вернуться к картинам. Как часто выставляетесь в нашем городе? К сожалению, не очень часто. И музеи пока еще побаиваются новых художников. Хотя уже, скажем, наверное, и не новые. Я уже лет 10 работаю. В Малайзии галереи принимают с удовольствием. И, конечно, там более продаваемый процесс. Потому что у нас потрясающих мастеров в городе Гомеле очень большое количество. Действительно, они есть. Но говорят, что выставки в Гомеле это не столь перспективно, потому что людям это неинтересно. Хотя я с этим не хочу согласиться. Я говорю, почему? Но надо ведь просвещать молодежь. Молодежь должна видеть, что такое действительно талантливые работы для того, чтобы она могла равняться, как наши студенты художественных учились. Почему нет? Они должны видеть уровень. Но так как у нас очень низкая покупательская способность, а для того, чтобы организовать выставку, это надо затратить немалую сумму денег, потому что одни подрамники только чего стоят. И оформление самой выставки. Поэтому для художника это получается очень накладно и не всегда очень перспективно. Каждый художник говорит, ну, мы это делаем для людей, но люди это не покупают. Почему? Не знаю. Наверное, своего покупателя мы все равно находим. Вот. И были выставки, были. И сейчас вот есть выставка. Но это только, конечно, инициатива художника. Будучи под впечатлением от ваших работ, многие отмечают, картины эти обладают мистической силой и способны увести зрителя в медитацию путешествия. Светлана, всем ли дано отправиться в это самое путешествие? Наверное, не всем. И это тоже нормально? Ну, не буду лукавить, потому что, конечно, мы уже говорили об этом, не каждый поймет, и не каждому это надо. Вот. То есть мы рисуем для всех, но все это очень абстрактно, потому что мы все совершенно разные. Вы, наверное, знаете, как что-то касается и музыки, и картин. И полюбоваться и посмотреть может, в общем-то, каждый. А изобразить, может быть, не в графику как-то утончаться и входить, а просто играть красками, это, конечно, не есть сложное. Пробовали вы себя в интуитивной живописи? Очень-очень попробовать. Очень. Это просто сейчас стало для меня навязчивой идеей. Я уже уговариваю, уговариваюсь, видите-ка, начинать уже этот процесс, потому что уже не терпится. Ну, попробуем мы сегодня в студии, это так, в качестве анонса. Какая-то подготовка нужна к этому? Наверное, нет. Как раз-таки и не нужна. Люди с академическими знаниями, которые знают какие-то законы, им немножко сложнее. Человек, который не знает ничего, вот для него это просто. Главное убрать страх. Все остальное дело красок. Я тут и говорил чуть выше о путешествии. Сколько нужно смотреть на полотно, чтобы отправиться такие в то самое путешествие? Этого я не знаю, потому что некоторые работы, которые уже давно-давно покинули мой дом, люди, которые их купили, или кому я их подарила, они мне говорят, что ты знаешь, а я, говорит, каждый раз подхожу, и я вижу одно, я вижу двое. Что-то новое нахожу. Новое, новое, новое. И на самом деле, если искать, то мы найдем. То есть вот такое, знаете, самосовершенствование за счет искусства. Вы знаете, если честно, я когда зашла первый раз в дом к Светлане и увидела ее работы, у меня было действительно такое впечатление, что они меня затягивают. Светлана, расскажите о тех работах, которые сегодня в нашей студии представлены. Либо о нескольких самых любимых. Есть работы, которые я очень люблю и с которыми я не хочу расставаться. Это одна из таких вот работ. Поэтому вы ее рядышком с собой держите. Да. Это то, что вот как детище, которое очень-очень сложно отпускать. Есть такие работы, которые я могу сказать. Их всего, наверное, так, 10 пальцев, наверное, моих рук, которые я помню хорошо. А мне вот, например, вот это нравится, работа. Это тоже интуитивка, но как только в интуитивке, даже на первом этапе, ты видишь какие-то объекты, самое простое-то, наверное, цветы, они нас окружают всюду и везде. Но если вы заметили, там очень много листьев, которые у меня в садике на газоне. И прямо работая с ними, я их приклеиваю, впечатываю клеем, и они остаются уже в этой работе. Знаете, я вот смотрю и на картины, и слушаю информацию от вас, и думаю, вот если бы я взялся рисовать что-то подобное, я бы сначала придумал загадку. Ну, допустим, это будут цветы, и это будет букет. Нарисовал бы это, а потом бы взялся это как-то прятать за другими слоями красок. В вашем случае, я так понимаю, происходит наоборот. Сначала вы творите. Это уже интуитивка. Сначала я творю, а потом я уже смотрю на следующем этапе, что это. Это уже такое, как вы сказали, слово медитация. Период медитации, когда я сажусь 2-3 метра от картины, и под разными углами, под разным освещением я начинаю искать тех людей или те объекты, которые здесь находятся. И бывают дни, когда я не вижу ничего. И тут вдруг прорвало, и начинаются процессы, которые говорят, вот же они, эти люди, вот же эти птицы, эти рыбы, они все там есть. Светлана, что же дарит вам вдохновение, и как оно приходит в вашем случае? Так же, как в случае с нашим предыдущим гостем Сергеем Ивановичем, который просыпается ночью и начинает судорожно записывать идеи, появившиеся в голове. Как в вашем случае? Ну, лучше, наверное, точно не просыпаюсь. Но когда у меня позволяет время и солнце, потому что мои мастерские – это открытое небо, хуже зимой. Вот. И если есть солнце, я понимаю, что мне нужно идти работать. Мне нужно идти работать. То есть делать этот первый шаг. Не бывает так, вот я сегодня там буду творить и еще что-либо. Главное – подготовка. Все остальное уже, скажем, процесс очень приятный. Ну, как работает художник, это отдельная история. Вот он весь в краске, начиная от макушки. И не только он, наверное, в секторе рядом проходил. Красно. Да, почему? Вот я говорю на улицах и на работах. Ну, что в Малайзии у меня тоже рабочее место было на улице. И здесь, в Гомеле, в том числе. Ну, зимой уже немножечко мы. Пробуем своих родных и близких, чтобы они не возмущались. Накрываем какие-то площадки, чтобы работать уже этими красками. То есть в вашем творчестве все же важно пространство, да? Пространство и солнце. И солнце в пасмурный день. Не очень хочется работать в пасмурный день. Идут следующие этапы, вот эти вот графические, которые уже требуют такого скрупулезного отношения. Насколько сложно научиться интуитивной живописи? Вот Светлана на очереди в ученики. Мы с Катей бы тоже с удовольствием встали в эту виртуальную очередь. Ну, Гомеле, вы уже, наверное, на очереди не первые, вторые. Там человек 10 ждет. По крайней мере, в этой студии. В этой студии, да. А не из первых. Да, потому что каждый человек говорит, я хочу, я хочу. Ну, просто поиграть и просто полюбоваться. Ну, это может каждый. Правда, может каждый. Главное, чтобы был материал. На чем рисовать, чем рисовать. И уже потом, что же получится? Сейчас интернет пестрит. Очень много роликов с интуитивной живописью. Но я стараюсь их не осмотреть. Потому что те, которые я смотрела, ну, они совершенно по-другому объясняют. Потому что, наверное, каждый, ну, что такое интуиция, как же ты объяснишь? Вот там вот я внутри что-то. Вот точно так же я внутри знаю свой путь. И, конечно, вот ученики, которые ждут, надеюсь, скоро они как раз-таки дождутся. Сейчас Светлана об этом расскажет. Я думаю, что будем пробовать. И как только вы поймете, что на самом деле я могу сотворить то, что можно повесить, чтобы люди это смотрели, и нас радовало каждое утро. Я могу просыпаться и видеть это. То почему нет? То есть у нас с Сашей и со Светланой может все же получиться. Я так понимаю, не хватает только материала. Материал у нас тоже есть. У нас тоже есть материал. Мне подсказали. Будем пробовать, да? Сейчас мы попробуем с вами нарисовать мандалу. Это сакральное изображение, символизирующее сферу божества чистых, скажем, буд, которые присутствуют в каждом человеке. И это такое, как сканирование или диагностика внутреннего мира человека, потому что рисуя в разные времена мандалы, вы увидите, что они будут совершенно другими. И есть свои правила, которые обязательны при рисовании мандал, но мы сейчас их не будем брать в счет. Мы будем делать свои мандалы. Но мандала светится, как вы понимаете. Есть точка. Найти центр и поставить светлую точку. Я вам сейчас предлагаю это сделать. С удовольствием. У нас с Сашей общая мандала. Общий центр. И общий центр сегодня. Значит, мы берем белый цвет. Что нам нужно? Понятно, краски. Это краска. Как вы видите, это акрил. Саша взялся за белый. Акрил такой полимер 20 века. Он растворяется как акварель, но он очень быстро стынет. И, конечно, на мокрых полотнах работает, но так, как у нас здесь студия. Поэтому мы будем делать очень аккуратненько. Значит, мы берем белую краску и в центре начинаем рисовать круг. Постой, раз уж. Ничего не боимся. Раз уж у нас... Мужское начало. Все правильно, Александр. Что ж ты забирает? Мужское начало. Я думала, мы сделаем это с тобой вместе, Саша. Давай на раз, два, три. Раз, два, три. Светлана уже нарисовала. Я уже рисую. Пока ты делишь круг. Так. Следующий круг, он будет чуть побольше. Мы берем цвет, который нам нравится. Если вы работаете в паре, то желательно, чтобы один человек один сделал круг, другой. И затем я беру пальчик и начинаю вот так крутить и растворять вот эти краски, потому что кисточка не всегда справится. Пошел третий круг. Другой цвет берем. Краска начинает себя проявлять. Конечно. И она еще начинает стыть, к сожалению. Поэтому это нужно делать быстро. Быстро. В разных практиках есть совершенно разные задания. И есть как раз рисование мандал. И еще как бы диагностика внутреннего состояния человека. Что же у него происходит. И можно изображать не только цвета. Если вам что-то вдруг захотелось, вы можете сделать какой-то цветочек, отступление, какую-то стрелу можете запустить. Короче, хулиганить. Можно хулиганить, но чтобы было комфортно, чтобы вам это нравилось. Бывает так, что нам не очень нравится наше изображение. Насколько много желающих посвятить себя этому направлению в искусстве, в живописи сегодня? Знаете, в связи с тем, что это очень необычно, а человеку всегда интересует какая-то интрига, то появилось много желающих. И поэтому, когда мы один раз обсуждали со Светланой этот вопрос, и вот тогда и возникла именно тема создания школы Светланы Колосковой под и гидой гильдии мастеров-реместников для того, чтобы объединить там, в принципе, все эти творческие начала. Сначала мы планировали это сделать как школу для женщин, потому что Светлана очень интересно еще преподает именно женскую пластику, которая, в принципе, вне возраста. То есть этим может заниматься как молоденькая девчушка, так и... Зрелая. Да, да, мы в таких интересных летах, я не знаю, как это правильно сказать. Вот, поэтому сначала мы думали, что это будет женская школа, а потом поняли, что, в принципе, мужчины тоже очень интересуются живописью, интуитивной живописью, поэтому не надо делить эту школу по половому предназначению, да? Поэтому это просто должен быть центр творчества. Женщины там смогут научиться визажу, смогут научиться пластике, мужчины соприкоснутся именно с живописью. Почему нет? Таким образом я отъекла Светлану от работы. Для того, чтобы сделать на три круга больше. Возможно, и с этим умыслом. У вас там что-то очень красивое, я вижу. У нас тут получается радуга. Вот у меня почему-то сразу такая ассоциация. И еще грешат художники, когда они могут испортить свою красоту. Значит, главное вовремя остановиться. И не бояться воды, не бояться красок. Видите, я вот как сейчас немножечко поляп, потому что, конечно, сухая бумага, у меня это немножечко краски не плывут. Я хочу, чтобы они как река, текле эти краски. На уроках интуитивки, конечно, мы будем очень много проходить, много техник, которые делаются очень просто. И вдруг вы видите, вот, например, очень несложная техника. Эта тема появилась после моего посещения Бали, когда я провожала закат каждый день. Это очень простая техника, которая может освоить любой, любой из вас, который еще никогда не держал кисточку. Светлана, скажите, а как определить, что ты уже завершаешь свою работу? Не испортить. Когда заканчиваются границы листа? Листа, да. Желательно, чтобы мы покрыли полностью, чтобы не было у нас пространства белого. Нужно смотреть, может быть, видите, когда акрил нужно быстро рисовать. Если это масло, мы можем немножечко растянуть процесс, насладиться. Это тот, кто любит более медленный процесс. А кто такой вот холерик, как я, тому вот необходимо все делать быстро и завершить все это. Саша, мне кажется, или ты воруешь мою краску? Можете отпечатки своих пальцев оставить. Тут, видите, когда мы с вами в таких несоответствующих нарядах, конечно, мы думаем, а вдруг там что-то произойдет. Художник не должен об этом думать. И когда вы закончите, вы можете сразу расписаться, чтобы знали, чья же это работа. Побольше не бойтесь, не бойтесь вот этих отпечатков. Это тоже очень классная техника. Да, их можно немножечко повернуть, можно сделать там вот как лепесток-цветок, три лепесточка можно сделать. Светлана, у тебя как настоящая живопись. Красиво. Вот так вот. Ставим автограф и заканчиваем. И в том комментарии нашего мастера. Диагностика. Три работы и все разные. Все разные. Казалось бы, задача была одна и та же. Ага. Скажите, кто синий круг, вот этот последний? А, нет. Александр, это ваш круг? Я считаю, что все лучшее в нашей работе это... Нет, ну на самом деле, вы видите, потому что это семья и мужчина, завершающий круг, да, такой четкий. Видите, как он красивый. Ну, на самом деле, здесь пополам. А, там какие-то бабочки или что-то там у вас? Вот это вот... Это Александр? Это Саша рисовал цветочек, чтобы это значило. Он романтик. Ну, вы видите, у Светланы какая брутальная мандала. У всех очень светлые центры. Я думаю, что у нас будет все прекрасно. Ну и, конечно, Светлана, в вашей работе очень много желтого цвета. Это значит солнце, это значит лето, а это значит творчество. И мы хотим сказать вам большое спасибо за то, что позволили нам прикоснуться к миру искусства, к прекрасному сегодня в эфире программы «Добрый вечер, Гомель». Александр, вы не зря эту работу рядом с собой. Я так понимаю, это... Это работа для вас. Сюрпризы. Сюрприз. Это работа для вас. Подарок от гильдии мастеров. Вот, так что я думаю, она будет вас радовать. И если вы приведете ко мне на курс, я вас научу этой техники. Вы будете делать прекрасные океаны во всех цветах, во всех палитрах. Так что... Спасибо большое. И теперь наши зрители знают, что этим летом нам не хватает всего-то моря. Кусочек моря, а я почему-то вижу именно море на этой картине. Море, закат и, конечно же, хорошее настроение. Спасибо вам большое за такие сюрпризы. И вам спасибо вам. Действительно, в память о этой встрече останется не только работа, но и уйма полезной информации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова